Приветствую всех, друзья! Сегодня хочу поговорить об очень необычном и редком универсальном станке немецкого производства, сконструированном в 40-х годах и носящей название Picho. Необычность станка по сути состоит из огромного количества неординарных решений конструкции. Позиционировался как станок высокой точности для ремонтных мастерских и даже на первый взгляд можно заметить очень высокую точность подгонки деталей и собственно их качество. Станок состоит как обычно из массивной чугунной станины, основание которой имеет форму лотка. К станине крепится также необычной формы направляющая суппорта и задней бабки. Полукруглое сечение направляющей добавляет жесткости, так как крепится к станине только на двух опорах с двух концов. Для лучшего скольжения по направляющей основание суппорта и задней бабки оснащены медной или бронзовой вставкой. Заглянув под направляющую мы заметим два органа управления продольной подачи, ходовой винт и зубчатую рейку. И было бы все логично, так как у станка есть автоматическая подача. Но кто мне скажет, зачем нужна рукоятка на правом торце станка, если маховик продольной подачи суппорта есть и на фартуке. Также из органов управления суппортом по бокам от маховика находятся два рычага. Один отвечает за сжатие и разжатие разрезной маточной гайки, а второй фиксирует суппорт при выполнении фрезерных работ. У станка есть и малая продольная подача с довольно простым резцедержателем. На задней поверхности левой части станина можно заметить колонну с необычной формой сечения. Она необходима для выполнения подъема передней бабки при выполнении фрезерных работ. На задней поверхности колонны есть прямоугольный вырез, в котором проходит ремень основной передачи крутящего момента от двигателя. На передней поверхности колонны находится винт, с помощью которого и осуществляется подъем. Для контроля уровня подъема на колонне выгравирована шкала, а для фиксации в выбранном положении есть и рычаг на правом торце передней бабки. Передняя бабка станка находится в одном корпусе с коробкой подачи, имеет довольно сложную конструкцию. Внутри передняя бабка разделена на три отсека. В среднем находится шкив основной передачи. Слева находится муфта включения вращения шпинделя, вал которой выходит на правый торец передней бабки, где находится рычаг. Через верхнюю часть проходит винт регулировки вылета хобота вертикальной фрезерной головки. С левого торца передней бабки выходит винт с гайкой для фиксации хобота. Коробка подач, кроме основной гитары, имеет также и два трехручейных шкива для подбора скоростей вращения шпинделя. На передней поверхности передней бабки имеется рычаг подбора стороны вращения шпинделя. Вертикальная головка получает крутящий момент от своего собственного двигателя. При этом скорость также можно подобрать с помощью двухручейного шкива. Кроме этого, для выполнения более сложных фрезерных работ под определенным углом, хобот можно наклонять на нужный угол до 40 градусов в обе стороны, о чем свидетельствует специальная шкала. Также при сверлении можно контролировать глубину вылета шпинделя вертикальной фрезерной головки при помощи шкалы на лимбе с правой стороны. Задняя бабка, ввиду необычной конструкции станка, имеет довольно непростую форму. Также, как и передняя бабка, у задней есть колонна для регулировки высоты. Как и у всех движущихся частей, у колонны и у пиноли есть шкала. Ну а в завершении хочу сказать, что хоть и отсутствуют некоторые части у данного экземпляра станка, все же можно представить себе, какими функциональными особенностями обладал. На этом у меня все, всем пока!